Огончание строительства новой школы в Славянске-на-Кубани с нетерпением ждут многие жители города. Она будет способствовать важной задаче – сделать школьное обучение в Славянском районе в одну смену. Этот объект появился благодаря участию района в федеральной программе, и ход его строительства держится на особом контроле не только местной администрацией. Вопрос сроков строительства новой школы в Славянске-на-Кубани стал одним из основных в ходе совещания, который в режиме селекторной связи провел губернатор края Вениамин Кондратьев. Глава Славянского района доложил, что работы ведутся в штатном режиме. Все возникающие вопросы решаются оперативно, потому срывов сроков сдачи объекта не должно быть допущено. Подтверждение этих слов можно увидеть и просто проехав по улице Щёрса, откуда хорошо видно здание будущей школы. Уже полностью возведены все двух- и трёхэтажные корпуса, объединённые в единый блок. Начинаются кровельные работы. Установлены окна и проводятся электро- и сантехнические работы. Главный инженер предприятия-подрядчика отмечает, что работы ведутся в рамках запланированных сроков. На 95% закончены кладки стен. Сейчас начатые внутренние стены, наружные 100% закончены. Сейчас начат монтаж вентиляционных систем, после этого будем заканчивать кладку, потому что вентиляционные системы закладываются газоблоком. Этот объект можно назвать уникальным для нашего района. Во-первых, в одну смену в нём будет заниматься до тысячи человек. Во-вторых, он состоит не только из классных комнат. Здесь предусмотрены, помимо привычных спортзалов и столовой, ряд мастерских, полностью оборудованных для обучения обработки металла в дерево, ткани и прочего. Много внимания уделяется и школьному двору, где будут созданы спортивные объекты, места для отдыха, удобные дороги и тротуары. Вот уже с завезённого более двух третей недостающего грунта завезено. Сейчас мы начинаем планировку, потом плотнение и так далее. Весь комплекс работ по спорт-ядру и подготовку под основные проезды. Слава Богу, погода нам сейчас позволяет это всё делать. Так что я думаю, что работа ведётся в общем-то в штатном режиме. Сумма, которая выделена на реализацию этого проекта, составляет 504 миллиона рублей. На первом этапе в 2017 году из них было освоено 300 миллионов. 204 осваиваются в 2018. Согласно документации, весь комплекс строительных работ должен завершиться 1 января 2019 года. В новый учебный 2019-2020 год школа войдёт полноправным учреждением среднего образования.